Сейчас я вам буду рассказывать про фирму Golden. Речь будет идти больше всего про пасты, про сам акрил я только расскажу про его виды. И паста, про которую я буду рассказывать, это будет Golden Soft гель глянцевый. Значит, для чего нужна эта паста, этот гель? Изначально этот продукт был придуман для того, чтобы очень хорошо и очень качественно делать различные коллажи. Эти коллажи могли быть из чего угодно. Это может быть бумага, это может быть натуральные продукты, высушенные. Чаще всего это используется в флористике. Также это часто используется и в работе скраббукинга. Этим гелем даже пользуются художники по докупажу. Очень хорошо разглаживает ткань, салфетки. И таким образом образует очень хорошую пленку, которую в дальнейшем очень сложно отклеить от поверхности. Значит, этот гель очень хорош тем, что он практически единственный в своем роде. Он делает очень красивые вещи. Например, я его использую для того, чтобы делать объемную мятую бумагу на холсте. Бумагу я использую, как правило, это либо тонкая калька, либо это очень мягкие сорта бумаги. Например, это влажная, это сухие полотенца. Они двухслойные. Я снимаю один слой и использую его предварительно смяг. Значит, гель этот чаще всего высыхает в течение часа. Если же на улице идет дождь, очень сырая погода, окна открыты, то гель может сохнуть и до 4 часов. Это нужно учитывать. Этот же гель краску не впитывает. Также его огромнейшая особенность в том, что края, когда начинают контактировать, если край салфетки, приклеиванный к холсту, имеет какую-то грань, то этот гель, эту грань идеально сравнивает. Таким образом, не видно никаких толщинок, углублений. Идеально ровно, как будто сошло на нет. Таким образом, вообще угадать, в каком месте идет эта приклейка, практически невозможно. Клей ПВА такую приклейку не делает. Что из себя представляет данный гель? Это масса, имеющая молочный белый оттенок, непрозрачный, но когда высыхает, образует идеальную прозрачную пленку. Пленка после высыхания очень-очень тонкая, но очень-очень крепкая. Это очень важно, особенно для тех, кто использует на своих работах очень большое количество слоев продукта, которые вы этим гелем приклеиваете. Также производители говорят, что этот гель идеально подходит для эффекта прозрачности. То есть вы, например, берете акрил и, взяв его на мастихин, одним слоем наносите капельку, ставите акрила и капельку этого геля, наносите его на холст, и в месте, где они сошлись, гель интересно впитывает, мигрирует в красочку, и таким образом получается именно этот эффект. После того, когда эта пленочка у нас полностью высыхает, она становится невидимой, а эффект остается. Именно благодаря этому этот гель помогает делать нам не только красивые инсталляции, еще нам помогает делать интересные образы и переходы для акрила. Сейчас я вам покажу, как он работает. Мы берем гель, наносим его на мастихин, берем акрил. Когда этот гель высохнет, он полностью исчезнет с холста, образуется совершенно невидимая пленка. А вот этот эффект, который получился вместе с этим гелем, он останется. Этот эффект можно получить только смешивая акрил с каким-нибудь интересным веществом. Это может быть замедлитель высыхания, загуститель. В тот момент, когда те вещества остаются, этот практически полностью исчезает с холста, образует легкую-легкую глянцевую пленочку. Если же вы приклеиваете бумагу, предварительно ее смяв, возьмите кисточку побольше, предварительно смажьте холст и также начните так вот приклеивать эту массу. Край будет невидимым только в том случае, если один слой бумаги на данном участке нанесен. То есть, если будет вот такой вот очень грубый, очень большой кусок складки, то идеально ее вывести на нет практически невозможно. Но можно попробовать. И вы начинаете вот таким вот образом вклеивать. Эффект получается только в том случае, если у вас нанесен этот гель как на салфетку, так и под салфетку, на поверхность, на которую вы ее приклеиваете. Идеально выглаживать не надо. Если вам нужен эффект складки, оставляйте до полного высыхания. Если гель полностью не высох, и вы начнете ее заливать краской, ее салфетку, то есть вероятность того, что складки будут выравниваться вместе с той краской, которую вы на нее наносите мастихином или кисточкой.